всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий и мы с тобой продолжаем играть в atomic heart вообще-то мы сегодня заканчиваем вроде как в него играть да потому что у нас как бы вроде финал мы с тобой взяли водку и сгущенку да кстати говоря сейчас надо будет зайти в этот ребят в ящик и насчет науков посмотреть чем я там по наукам пыль какая-то ребят пыль надо опять протирать залбал это пыль ящик где мой ящик так даже ящика здорово полимерно лучше ничего у нас там по полимерному лучше ничего 336 так энергии персонажа мы все вкачали полимерный щит но в принципе можно наверно так бы живой преобразуется в энергию массово телекинез давайте куда-никак вкинем но здесь манара вкидываться уже никуда не будем да с тобой после применения регенерироваться пробежать марафон скорость бега увеличена кстати говоря неплохо было бы давайте на финальных боссе скорость бега я думаю будет неплохо так это что при отсутствии ресурсных перчатки техники модели функционирует за счет афт получаем из вашей кровяной массы в результате чего вы можете продолжать использовать способ за счет своего здоровья нет нам это не нужно например получает медикатского телекинического эффекта восстановление быстрее телекинедческий эффект да примерно ищет что у нас атаки ближе мой преобразуется в энергию варене читать часть рукопашного боя получена вами дублируется нанесена нанесшим его противником дублируется часть обучать на ускоренном время регенерации щита возвращает повышает возвращаем урона также блокирует даже си сильные атаки ребят давайте преобразует в ты в энергию чтоб преобразовал в энергию давайте нанесшим противником чтобы им обратно от раза отражалась здесь мы уже ничего не прокачаем ну и ладно здесь мы все вкачали в принципе фу вообще все вкачали все что хотели бы в принципе наверно наверно фу уже вкачали вот все нормально я не опасно все пошли если серия ребят будет подлагивать вы знаете мои проблемы да все знаете мои проблемы а подожди куда пошли то а нам хватит там этих по инвентарю у нас патрошки есть и то есть и то есть аптечки давайте еще одну аптечку возьмем две водки 2 эти хватит давайте еще одну аптечку возьмем давай открывайся давайте по полной так сказать возьмем аптечки потом я столько на складе говно все у меня столько говно всякого на складе ребят все пошлите финальный босс воспользоваться тросом финал у нас написано мы где-то находимся у бабы зины у нашей тещи она живет на отдельном пункту участке я бы честно говоря на таком участке бы не хотел жизнь знаете почему но вот эти вот лопасти который крутится благодаря которому остаемся в воздухе поверьте мне они бы издавали низкочастотные всякие шумы ветродуйка всегда была бы ну в общем неприятно обзина убирается здесь бушку на курьих ножках поторопитесь сергей алексеевич возьмите не ждет не торопи все по порядку да наша жена кстати говоря да мы сейчас наверно будем сражаться на шаги нас успеть к сечену заявить коллектив будет обновлен изменить будет ничего нельзя а на тот случай если вас не устроит его ответ почему я упал здесь я ничего не нажимал ребят я ничего не нажимал у меня пол хп дай-ка мне да дай-ка еще тогда аптечку я ничего не нажимал блин я почему-то это ну тут ты видел ты видел что произошло поехали еще сложность скинем на сложность средняя ну да с нашей женой это логично сейчас дорогая водочки выпью сгущенки съем мы с тобой пообщаемся по душе у ней урон к чему интересно на к чему это это левая или правая впрочем какая разница энергии близняшек так же как и вы близняшки близняшка умеет накапливать энергию для усиления своих атак интересно нападать чтобы сбить накопление энергии и ослабить специально атаку противница да подожди кино новейшие робототехи скорость прокачали у тебя у тебя к чему дорогая моя у это понял 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 сейчас подождите блядь здесь свой потенциал надо я поднял а издавайтесь а им баха оба хуена у меня никогда группа ушки еще не было так что было бы прикольно и сложная и зажали в углу чуть 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 я убил чуть 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 алё баги алё баги ну баги в игре надо бы игру быстрее проходить ребят эти баги это наш жёнушка но части нашей жены фаза 2 ну видимо да ребят нам куда понял принял поехали а здесь аптечки там нет там это но мы одно аптечку только структука вот вам и коллектив вот вот вам собирались это сделать да ну сергей алексеевич сначала они продают роботов потом просто раздают их по гуманитарной программе а когда они достигают критической массы захватывают электростанции и отключают электроэнергию ну это логично да они внедряются сначала потом это а настоящий полководцы наверно или нет или это просто портрет какие то надеюсь с тобой уже драться не надо а 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 и весь мир и сделать идеальных людей и так далее, чтобы жили только так. То есть я к тому, что разработчики прикидываются русскими, якобы это русская игра для русских людей, но здесь русских людей показывают настоящими фашистами, которые хотят захватить весь мир и хотят подчинить себе все, весь мир. Потому что, видите ли, русские самые лучшие и так далее. Фашисты то же самое говорили. То же самое говорили, что у нас там должна, это наша раса там какая-то, ну они что там говорили, то что там у них типа самая лучшая раса и так далее. Ну вот здесь вот то же самое, ребят. Это вот наши русские разработчики сделали русскую игру, где они показывают русских фашистами. По сути это так и есть. Вот, то есть захватить весь мир, поработить и так далее. Вот вам, пожалуйста, русская игра от русских разработчиков, которую, я думаю, многие нахваливают, где показывается то, что русские, видите, а тем более она вышла уже в 2023, она в начале 2023 вышла, когда уже вот эта вся мировая катавасия закрутилась, да, вот это вот все, ну, все, что в мире у нас сейчас происходит. Вот, и зная то, что в мире у нас происходит, они выпускают такую игру, то есть, ну, вы сами понимаете, да, вот эти вот русские разработчики, которые на Кипре живут, ребят. Вот вам, пожалуйста. здесь разные эти пушки-тручки, которые мне уже надоели. Вот такие вот дела, ребят. Ну, это лично мое, конечно, мнение, все, что я высказываю, но я лично именно так все это вижу. С этим, то есть, со всеми, знаете, такой, типа, прощайный, знаете, такой этот, со всеми, с кем мы сражались, нам всех показывают. Вот ты видел вот таких, ты видел таких. Каждого, конечно, можно почитать. Сохранение бы неплохо, или что-то в этом роде. Так. Что у нас там? Давайте посмотрим, что у нас там в инвентарь понадобилось. Давайте посмотрим, что у нас тут. Да, вот это нам не надо, это нам не надо. Так, огненные, огненные, капсюли есть, водочка есть. Я думаю, надо хилочки, да, взять, ребят? Хилочки нам пригодятся. Еще одна хилочка, я думаю, энергию. Вот сколько у меня говна всякого. Вот. Вот так вот. Там же сейчас мы энергию сразу заглотим. Наверное, водку, сгущенку съедим. И пойдем, наверное, хреначи так в рукопашку, так сказать. Ну что, с богом. Как говорится, свергать это нацистский режим этот. Который нам здесь решили разработчики показать. Кабинет говняный, я не знаю, почему так сделан, как тупо. Вот я уже говорил про это в первой серии, как тупо сделан. Потому что, ну, просто два самолета каких-то в таком большом ангаре, при этом, которые оба падают. Ладно. Ну, это просто геймдизайну вопросы. Ну, вот, два самолета с дорог, типа, которые падают. То есть, ну, не очень хорошо. Да все, он уже знает, что ты идешь, господи. Шеф! Защищать. Ну что, Харитон? Ты гордишься собой. Что вы ему там наплели с Ларисой и Зинаидой? Да-да-да, запутался. Но ты, Харитон, ты же должен был помочь мальчику, а вместо этого используешь его, как марионетку. Это я-то? Не вздумай валить все на меня. Я никогда не мечтал разом лишить всех людей воли. Впариваем пустышки с экранов. И никогда я не мечтал стать говорящим куском слизи. Признай, что рад случившемуся. Признай, что используешь все, что попадется на глаза, лишь бы добиться своей цели. И меня, и своего агента. Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спас лишь чудом. Ты был... Ты мой лучший друг, Харитон. А майор, он же... Он же мне вообще как сын. А эти две, наверное, как дочери, да? А все, кого ты подключишь к коллективу и чьими мыслями будешь управлять, они для тебя кто? Толпа приемных детей? Дима, для тебя все это лишь ресурс, который ты используешь. Я хотел дать людям невероятное будущее. Проложить им дорогу к звездам, к невозможным свершениям. Да заткнулись оба! А ты руки подними, волшебник хренов, и скажи этим, чтобы отошли. Считай до трех раз! Мне жаль. Два! Мне жаль, что вы сами довели до этого и даже не пытаетесь решить все по-людски. Пошел ты нахуй. Пытается весь мир себе подчинить. Правое и левое. Пресечь. Пытается себе подчинить. Ох, блядь. С женой сейчас будем... Сейчас, блядь. Я... Подожди! Нет, нет, нет. Я не... Я думал, я думал. Но это, кстати говоря, правда, ребят. Вот что бы на самом деле произошло. Будь это в реальной жизни, ребят, вот это бы произошло на самом деле. Вот. Это вам ни в фильмах, ни в играх, где вы все время герои. В реальной жизни вот так вот и было бы на самом деле. Да я думал, мы уже начали бой. Я думал, бой уже начали. Я уже там на И нажимаю. Можно без этих заставок? Блядь, понятно. Давай. Блядь, пробел, гитирать как быстро надо. Ну, хорош, блядь. Да отпусти меня на хуй. Пузо отставь мою. Там пиво. Сейчас нам водка будет со сгущенкой. Поджопник дал ей, хорош. Это жена, она поймет. Нихуя себе. А мне как дадут что-то посопротивляться там, это... После таких полетов мы бы навряд ли остались живыми. Блядь. Блядь. Еу, эти все... Специфе, дайте я их уже замочканую, и все. Ну, начали. Да что это за ебанин, блядь? Чувак за ебанин, твоя жена, блядь. Пей водку, во-первых. Батит обвинять машины, майор. Пей водку. Пей быстрее. Да не мучай ты, дороги, это голые факты, блядь. Пей водку. Ешь сгущенку. Я сказал, блядь, ешь сгущенку, ты... Ты что, херел? Я говорю, ешь сгущенку, я же нажал. Вот это я и хочу из трасси. Ты просто входишь в мой кабинет и спускаешь курорт. Где дружба? Где уважение? Уверяю, дядя Тима, как раз это, а мы скоро исправим. Вакет морочит мне голову. Значит, один из... ... этих роботов. Екатерина Нечаева, жена которой я не помню. Но кто из них? Обер-майор. Я пытался вернуть блесну к жизни, когда ее мозг разгололся на двое. Так, одна летает, другая ползает, я понял. Правая и левая. Но процесс занял куда больше времени. Да нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Эх можно по отдельности, или их надо синхронно? Я готов уверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости меня. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет отозвать сейчас, близняши, и спокойно поговорить. Прости, но теперь они бьются не с тобой, а с Харитоном. Ну че, мы под водкой, ребята. Ягучие пироги, мы можем просто перестать биться. Избавься от Харитона. Пошел на перчатку. Ага, сейчас. Когда ты погружался в пограничное состояние, я могу сказнуть тебя. Майор, придите в себя. Сейчас. Катя. Ваша жена мертвая. Сечина собрала ее у вас. Подводки-то как хорошо, ребята. Главное не падать, ребят. Издай мне Харитона, пока никто не пострадал. Дима намекает на то, чтобы пострадал я. Вы будете следующим. Алё. Они его могут. Выжили. Найди меня. Бозы. Ты же не убьешь свою жену, Сережа. Хоп. 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 Ох, блядь. Ничего, я под водкой, нормально. А можно, блядь, как-то это все прекратить, нахуй? Спасибо. В смысле, нет энергии. Так пей. Сука-то, блядь, как он долго, сука, в меню в это заходит, блядь. Сука, разработчики, блядь. Обычно в меню сразу заходит. Здесь же, блядь, полгода, нахуй. У меня водка закончилась, что ли? Что-то мне как приндюривают себе. Да, у меня, видимо, водка закончилась. Давайте еще выпьем. Открой меню, блядь, дебилы, кусок, блядь. Тупорылый. Бери, нахуй, этот. Все как-то медленно, блядь. Искусственное затягивание геймплея, блядь. Че, опять, блядь, танцы-шмансы? Что сделать? Давайте сделаем лазер. Давайте сделаем лазер. Это так классно, и что к оригиналу. Мне кажется, даже лазер меня как-то не дамажит подводкой. Все. Суперсложный босс был, ребят. Суперсложный. Подводкой и под сгущенкой все нормально. На среднем уровне играли, как бы. Нормально. У нас еще с тобой дополнение, да. Надо будет сразу пройти его, ребят, тоже. Лучшая, лучшая игра российская, ребят. Где Россия выставляет, Советский Союз выставляет фашистами. Обязательно надо поиграть. Ну, наверное, только я до этого заметил. Где Сеченов? Пулю в башку надо посидеть. Какая же ты мразь. Сергей, ты не понимаешь, что Ритон манипулирует тобой. Пошел нахуй. Харитон получил доступ к модулю Восход в твоей голове и начал отправлять тебя в Лимбо. Я был отвлечен в подготовку к обновлению коллектива, чтобы сразу догадаться. Это он убил Молотова. Скажи, Харитон, ты с доктором Филатовой поступил так же. Разорвал ее на куски руками моего агента. Хватит лицемерие, Дима. Тебе всегда было удобно быть белоручкой, пока я делал за тебя грязную работу. Но не убивать же их за это. Зачем ты все это устроил? Ты паскуда, ты все это время... За мной, Дима, всегда, майор. Вы свою работу выполнили. И того, и того надо чпокнуть. Они все тут виноваты, господи. Где Баба Зина? И тот, и тот хороши. Батрис, сынок, вставай, вставай. Это этот. Полимерный этот. Куда он пополз. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы все это закончилось. Чтобы твое дорожайшее человечество, у которого уже давно нет никаких перспектив, отошло с дороги и пропустило вперед новый виток эволюции. О, господи. Вот к чему приводит, ребята, вот эти технологии супер. Супер технологии вот эти. У тебя письюна даже нету тебе. О, котик. Такой человек, мы в Лимбо. Котик же в Лимбо появляется. Харидон, ты само зло. Что? Что ты собираешься делать с людьми и коллективом? Не стоит беспорядочно называть злом все, чего ты не в состоянии постичь. Зло – понятие абстрактное. А ты ограничен в своем мышлении, Дима. Потому что ты просто человек. Вымирающий вид. Мне удалось это осознать, лишь перестав быть его частью. И твоя ограниченность не позволяет тебе увидеть истину. Люди не хотят развития. Они беспробудно тупы и стремятся лишь к комфорту и наслаждению. Это правда. Желательно за чужой счет. Да, это правда. Я не хотел бы частью массива. Нет. Стой, Харидон. Я передумал. Ну ладно, этого мы грохнули. А как теперь этого грохнуть? Субтитры сделал DimaTorzok Момент прибытия бойцов отряда «Аргентум» в кабинет академика Сеченова. Никаких следов последнего там обнаружено не было. Согласно фрагментарно восстановленной видеоинформации, человекообразный нейрополимерный объект черного цвета приблизился к телу академика Сеченова, после чего поглотил указанное тело целиком. После указанных в рапорте событий, неизвестный человекообразный полимерный объект черного цвета покинул кабинет академика Сеченова и скрылся в неизвестном направлении. Разум заперт изнутри. Я так понимаю, это намек на продолжение, да, вообще, игры? Или это все раскроется в дополнениях? Потому что чисто намек на дополнение. Уровень тревоги 0. Причем здесь уровень тревоги меня. Курсор появился, ребят. Конечно же, авторская музыка, за которую мне трахнут. Конечно, прервем, ребят. Но это титры там, все. Все, прошли мы с тобой Atomic Heart. Выражайте свое мнение по поводу всей игры. Я буду, ребят, не сейчас. Когда мы пройдем с тобой дополнение, сюжетное дополнение, которое какой-то там Annihilation Instinct. Какой-то там инстинкт чего-то там. Да, ребят. Инстинкт. Инстинкт истребления, да. Вернуться на предприятие. Новая игра, новая игра. Новая игра плюс. Инстинкт, да. И, как я понимаю, здесь намек на то, что еще будет второй DLC, потом третий, четвертый. Типа, мы в первый только поиграли. Инстинкт истребления. Ну, точнее, мы не поиграли. Мы только основную игру с тобой прошли. А в Инстинкт истребления мы уже будем завтра с тобой играть. Вот, я сразу сниму. Она там вроде коротенькая. На 3-4 часа мы его чисто пробежим, ребят. Не знаю, что за Инстинкт истребления. Послушаем, посмотрим. Но в конце данной игры прям чистый момент на продолжение. То есть, прям вот там прям заложено, типа, будет вторая часть. Вот. Все свои мнения по игре данной я скажу, когда мы пройдем Инстинкт истребления, ребят. Все, все, что я там... Может, Инстинкт истребления они классно сделали. Не знаю. И я там поменяю свое какое-то мнение. Вот, ну, я свое мнение, в принципе, по ходу игры вам выражал, что мне именно не нравится. Вот. Ну, поиграем, посмотрим. Вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Будем Инстинкт истребления это проходить. Вот. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok